Глава 13. Стиль Антонио Маттея. «Жизнь рыцаря проходит под одним девизом. Невозможное возможно. А если она не проходит под этим девизом, значит он не рыцарь». Конец цитаты. Антонио Маттея, 1669 год. Вот мы и подходим к завершающему разговору о сильнейшем воинском искусстве, способном завоевывать земли и континенты в неаполитанском стиле испанского фехтования. В этой главе поговорим с вами о центральной линии стиля Антонио Маттея. Таково условное название некого палермского стиля, который по праву замыкает изучение стиля неаполитанского. К началу изучения стиля Маттея фехтовальщик должен в полной мере освоить стили Чакио и Велардита. Под выражением «освоить стили» я подразумеваю следующее. Вы свободно можете применять 8 базовых прототипов логических моделей, 4 модели для атакующего стиля Велардита и 4 модели для контратакующего стиля Чакио. Причем повторяющуюся логическую модель хищной птицы можно использовать по-разному, в зависимости от того, какую тактику боя вы применяете в данный момент – атаку или контратаку. Это условное описание освоения двух стилей фехтования. Безусловно, кроме логических моделей, необходимо полное понимание и практика использования всех соответствующих технических элементов, о которых мы говорили ранее. Давайте вспомним соответствие прототипов с блоками технических элементов линии Леонардо Чакио, которые мы описывали в 5 главе. Логическая модель «Хищная птица». Блок 3 – копье в обеих руках, двумя руками, с тростью или стилетом. Блок 12 – удары копьем, части тела превращаются в копье. Блок 13 – разящие сверху, удары в прыжке. Логическая модель «Змея». Блок 8 – бьющие ноги, удары ногами. Блок 1 – игра с острием, защита от атаки, теория обороны. Блок 2 – сломанное копье, парное оружие, стилет и палка одновременно. Блок 9 – танцующие ноги, защита от нескольких противников. Блок 14 – сломленная устойчивость, удары в ноги. Логическая модель «Плащ». Блок 7 – твердость и мягкость, ставим удар клинком. Блок 11 – коготь на перелом, выбивание оружия. Блок 15 – дома как крепость, защита от всего. Блок 16 – крест-накрест, крестообразные движения двумя орудиями. Блок 21 – удар сквозь плащ, поражение противника в один удар. Логическая модель «Морской еж». Блок 20 – маска смерти. Обманные финты, удары в голову. Блоки 4, 5, 6 – удары в руки противника. Удары в две третьих щита, бастон против шпаги. Важно понимать, что это некие условные примеры работы в стиле. Почему условные? Потому что невозможно прописать всю комбинаторику атакующих и контратакующих действий во время поединка. В разговоре о стиле Антонио Маттея мы переходим к постоянным условностям. Это главная особенность и сложность данного стиля фехтования. Ведь здесь идет речь об обмане. Мы могли бы сказать, что маэстро Франческо Антонио Маттей объединил практику Леонардо Чакю и Франческо Велардита в один стиль. Стиль обмана, победа в котором обеспечивается за первые секунды, не предполагая длительных схваток, дуэлей и подобных ситуаций, в которых может попасть человек. В данном случае дело не в том, чтобы обмануть человека, который слабее или беднее. Обмануть необходимо более сильного противника. Маттей мог переиграть кого угодно, являясь неким фокусником. А так как он человек военный, то ему не чужда ни тактика, ни стратегия, и все очень тщательно планируется. Подход к обучению и занятиям с людьми также очень тщателен. Говоря об условностях стиля, важно понимать, что обман не имеет границы рамок. Важно только одно – обманул или не обманул. Также основным принципом стиля Маттея является понимание того, что полноценность при определенных обстоятельствах может стать врагом фехтовальщика. Если человек осознает свою ущербность и по-своему ее использует, в результате он сможет обратить ее в свою пользу. Можно тупиковую ущербность превратить в искусство, доведя обман до совершенства. Это можно сделать естественно и искусственно. Для примера приведу небольшой отрывок из книги «Король обмана», который на данный момент находится еще в производстве. Это историческая повесть, написанная особым языком – языком памяти, известным нам как Амальгама. В книге описывается история формирования стиля Маттея. Цитата. «Представь себе некого монаха ордена францисканцев по имени Гефест, который был смертельно ранен и лишился обоих рук. У одной руки не было кисти, а вторая была отрублена по локоть. В итоге именно эти увечья позволили ему создать новый стиль фехтования, позволяющий победить любого противника. Вместо рук, благодаря своим братьям, Гефест соорудил разного размера шпаги, которые маскировались за чашами для подати. Этот стиль фехтования был настолько эффективным, что обладал определенной степенью трансцендентности. Без руки монах стал мистически неуязвимым. Замечу, кстати, что Гефестом звали древние греки бога огня и кузнечного ремесла – сильного, сообразительного, ловкого и мастеровитого, который, в отличие от прочих мифических богов Эллады, был не чужд физической работы. Монах-францисканец однажды начал обучать этому стилю парня Антонио Матея, того самого, которого впоследствии мир узнает как одного из величайших мастеров неаполитанского стиля испанского фехтования. Обучая Матея, Гефест сказал ему как-то, «Представь себе, что ты такой же, как и я. Если сможешь в таком состоянии победить противника, стоит тебе снова стать собой, будешь многократно превосходить любого воина, каким бы сильным, умелым и искусным он не являлся». И далее. «Секрет в том, — сказал Гефест, — что все люди считают себя полноценными, в отличие от меня. Знаю, что я калека. Именно это побуждает меня мыслить иначе, опережать противника, идти на шаг впереди него, используя свои недостатки как преимущество». Словом, после долгих занятий с Гефестом Антонио Матея стал королем обмана, доведя обман до уровня искусства. Конец цитаты. Это и является ключом к пониманию стиля. Представьте такого человека без рук и поразмышляйте на эту тему. Согласитесь, поначалу довольно сложно предположить, что в таком состоянии человек вообще может быть фехтовальщиком, а тем более способный моделить любого вооруженного противника. Но давайте представим этого монаха без клинков на креплениях. Итак, поединок ближнего боя без оружия. Один противник без рук, а второй полноценный. Попробуйте вообразить, что должно делать в поединке такому коллеге, чтобы выстоять, а тем более победить. Сам держать в общепринятом смысле что-либо он вообще не может. Нечем ему держать. Бить, рубить, колоть, соответственно. И тем не менее, на самом деле, довольно многое можно добиться и в таком положении. Например, толкать, прижимать, наваливаться и выводить из равновесия. И достигать не только равенства с противником, но и добиваться использования своих недостатков, отсутствующих у противника, как личное преимущество. В данном случае, прежде всего, это ноги. И они должны быть лучше, сильнее, маневреннее, быстрее и увереннее в своих движениях, чем у кого-либо. А для этого необходима другая, отдельная система работы ногами. Далее давайте представим полноценного вооруженного человека и другого неполноценного без оружия. Дистанцию придется увеличить настолько, что достать до противника с оружием будет невозможно. И в этих обстоятельствах необходимо действовать активно. Безусловно, если вы не вооруженный, будете находиться на расстоянии двух третей от противника, он сможет наносить вам различные удары и уколы. Однако, если максимально сократить дистанцию и стоять практически вплотную, то ему фехтовать с вами будет крайне неудобно и сложно. В ваших руках нет клинка, а значит, контратаковать оружием, чувствовать противника и предугадывать его движение затруднительно. Предположим, что у него в руках два клинка. Самое выгодное положение в данном случае примерно на середине ближнего к вам клинка противника. Оказаться там необходимо за счет движения ног. Тогда ближний клинок противника как бы блокируется. Теперь действовать он сможет лишь используя второй клинок. При этом для замаха клинка ему необходимо известный минимум расстояния. Однако, как только он начнет замах, получит встречный удар. Я привел один из возможных примеров того, как можно действовать в такой ситуации. Да, неполноценному человеку сложно биться против полноценного, еще и хорошо вооруженного. Но только до тех пор, пока он не начнет использовать свою неполноценность, находить способы превращать неполноценность свою в преимущество. А теперь давайте мысленно прикрепим к безрукому этому фехтовальщику два клинка. Что будет происходить? После того, как он справится с вооруженным противником без оружия и без рук, сейчас же каждый его выпад будет поражением для противника. Его клинки будут короче, чем у полноценного противника, потому что они являются не продолжением руки, а самими руками. При этом использовать их можно только в ударном варианте. Режущие удары исключены, так как клинки могут слететь с креплений. То есть бить можно только выпадами вперед и сбоку, но так, чтобы не было боковой встречи с препятствием. В этом заключается главная особенность данного стиля. Если вы можете победить противника в неполноценном состоянии или попросту безоружным, значит шансов справиться с вами вооруженным у него не останется. Более того, с такими клинками на креплениях меняется стойка фехтовальщика. Он не стоит крест-накрест, как обычно во время поединка. Его клинки всегда как бы опущены вниз. При этом движение ног таково, чтобы шпага противника всегда находилась на двух третях относительно вашего корпуса. В таком случае противнику будет неудобно наносить прямые выпады вперед, потому что придется делать два шага назад, затем взводить руку и только потом бить. То есть нужны четыре действия. А вам при этом нужно лишь выпрямить руку с клинком одно действие. Более того, у вас в руках не один клинок, а два. Значит, если противник сумеет парировать один из них, то получит удар вторым. Мы помним, что при стойке на расстоянии двух третей от противника ближняя рука у него заблокирована изначально. А теперь давайте представим, что фехтовальщик Калека снова стал полноценным. Чудесным образом отросли кисти предплечья. Что будет в этом случае? Арсенал движений и технических элементов у неполноценного расширился в десяток раз, что было вызвано необходимостью. Теперь он может делать вещи, которые ни один другой фехтовальщик не в состоянии повторить. Выбивать оружие, забирать оружие одной рукой, ставить несколько противников в ситуацию, когда они не могут фехтовать, убивать противников их же руками, фехтовать клинками любой длины и даже без них вовсе и многое другое. Таким путем от неполноценности фехтовальщик движется к полноценности с явным преимуществом. Так называемая полноценность при отсутствии ущербности. Без такой работы над собой обычному человеку его ущербная полноценность изначально не даст возможности подняться выше по мастерству, чем он был. Но используя описанную методологию в общих чертах на одном конкретном примере, человек может подниматься выше, выше и выше. Выше по навыкам, умениям, по уровню подготовки. Таким образом, каждый мастер впоследствии выбирает для себя такую длину и форму клинков, которые позволяют ему при конкретных психофизиологических характеристиках иметь наибольшее преимущество перед любым из противников. А теперь поговорим немного об обмане. Крайне важно, чтобы вы правильно воспринимали обман в поединке, о котором идет речь в рамках стиля Матея. К примеру, обратите внимание на высказывания Антонио Матея в трактате «Неполитанское фехтование с господствующим названием «Невозможное возможно» 1669 года». Цитата. «Когда противник начинает отступать, действовать нужно именно в этот момент так, чтобы он не мог справиться со временем. Следовательно, он без сомнения прибегнет к обороне. И чем больше человек пытается оборонять себя, тем больше он приходит в состояние беспомощности и беспорядка». Конец цитаты. Как видите, говоря об обмане, он не имеет в виду некий финт или уловку. Обман в понимании Матея – это некая доктрина, которая ставит фехтовальщика на голову выше всех его противников. Такой фехтовальщик не станет крутить шпагой перед лицом противника, пытаясь его перехитрить и убить. Он – король обмана. Он принял доктрину неполноценности и научился драться с противниками в условиях, когда все преимущества на их стороне. А затем, как бы сжимая пружину, мысленно проходя путь от неполноценности и безоружности до клинков вместо рук и полного вооружения в здоровых руках, многократно мультиплицировал технику фехтования. Далее поговорим с вами о логических моделях, пожалуй, самой главной условности стиля. Полермский стиль фехтования или стиль Антонио Матея сконструирован так, чтобы каждый человек искал модели самостоятельно. В этом стиле не существует готового набора прототипов, которые фехтовальщик должен осваивать и применять. Вы выбираете те логические модели, которые вам кажутся наиболее эффективными в той или иной ситуации. Вы как бы изучаете модели и ищете те из них, которые касаются лично вас, которые подходят лично вам. К примеру, модель, которую когда-то описывал боксер Мухаммед Али, заключается в том, чтобы порхать как бабочка и жалить как оса. Для него эта модель была ключевой, позволяющей выигрывать все поединки. Поэтому, когда я слышу вопрос из разряда «Сколько всего логических моделей в стиле?», мне хочется ответить «Хотя бы одну модель найдите, которая вам уверенно позволит побеждать». То есть логические модели, которые мы используем, становятся и нашими учителями одновременно. И при условии соблюдения доктрины стиля мир как бы сам демонстрирует нам необходимые модели. И я не могу объяснить, как и откуда они появляются. Но причина их появления в том, что мы их ищем. Таким образом, стили фехтования Вилардита и Чакио сконструированы и представлены в полном объеме. В них система фехтования полностью разработана. Но в стиле Антонио Маттее человеку необходимо самостоятельно создавать систему фехтования по определенной технологии, то есть соблюдая определенные требования. Но самое главное требование для того, чтобы построить бескомпромиссный стиль, который вам позволит побеждать любого противника или группу противников, необходимо изначально мысленно поставить себя в худшее положение, чем у противников. И затем медленно двигаться от этого худшего положения к равному, которое впоследствии необходимо превзойти. То есть сама модель стиля предполагает технологию создания собственного стиля. Мы могли бы сказать, что стиль Маттее это не стиль фехтования, а технология создания собственного стиля, но обусловленным способом при определенных условиях с ограничениями, которые не дают перейти на общепринятый стиль фехтования, например, в Велардите или Чакео. Полермский стиль фехтования, стиль Маттее, всегда будет большой неожиданностью для противника. А это уже, как говорится, полдела на пути к победе. Притом, если человек сумеет освоить данный стиль фехтования, будет эффективно его использовать с четким пониманием построения системы для себя лично, убедиться на практике в отсутствии слабых сторон у данного стиля и понимания, как мультиплицируются сильные стороны системы, при этом продолжит учиться с помощью тактических и логических моделей и не перестанет искать все новые модели для поединка, будет соблюдать все этапы технологичности, понимая, что из ограничений можно и необходимо извлекать пользу, не перестанет интеллектуально преодолевать свои ограничения и на этой базе построить свой собственный стиль, то такой человек станет неуязвимым. Как писал Антонио Маттее, цитата, «Известно, что если совершается оплошность фехтований, эта ошибка не зависит от самого фехтования, а только от того, кто его использует, ибо само фехтование совершенно, сильно и является самой благородной и эффективной привычкой». Так выглядит стиль Маттее. Но до момента его использования необходимо иметь серьезный фундамент в виде фехтовальной базы. Фехтовальщик должен освоить стили фехтования Вилардита и Чакио в первую очередь. Выявить для себя положительные и отрицательные стороны каждого из этих стилей. И только потом, перейдя к освоению стиля Маттее, как бы подняться еще выше по уровню подготовки, учитывая и не повторяя допущенных ошибок ранее при конструировании собственного стиля. В этот момент человек сможет все нюансы и недостатки других стилей фехтования использовать против оппонентов в поединке. Таким образом, фехтовальщик, ставший маэстро, сможет разворачивать все технические элементы, связки и уловки против тех, кто использует другие стили фехтования. Такой человек будет знать больше о фехтовании и о том, как наиболее эффективно вести поединок, чем любой из его противников. В дополнение к этой главе я бы хотел на некоторых примерах показать, почему так важно ко всему в жизни приходить вовремя. Да, я говорю, в первую очередь необходимо изучать стиль фехтования Белардита и Чакио и только потом переходить к освоению стиля Маттея. Предлагаю еще раз вспомнить всемирно известного легендарного боксера Майка Тайсона. Он часто в своих интервью рассказывал о том, как его учили боксировать. Одной из ключевых особенностей так называемого стиля Каса Дамата тренера Тайсона была стойка, где обе руки находились возле лица, а не одна впереди, а вторая сзади, как у большинства боксеров. При выставленной вперед ведущей руке боксер может на более дальней дистанции доставать до противника. Когда у боксера обе руки находятся возле лица, ему необходимо практически непрерывно движение ног. В этом есть масса преимуществ с точки зрения поединка. Однако силы энергии необходимо больше за счет постоянного движения. И здесь крайне важную роль играет возраст человека. Согласитесь, если вам, к примеру, 20 лет, то сможете без труда взять на себя нагрузку, которая в 45 лет может быть критической. И ведь не зря каждый из воспитанников Каса Дамата становился чемпионом мира в возрасте 20-21 года. После 25-27 лет боксировать в этом стиле было все сложнее и сложнее. При этом сам стиль бокса не становился менее эффективным. Но боксеры в более зрелом возрасте уже не могли показывать такие же высокие результаты, используя одну и то же систему боя. Необходимо было конструировать и корректировать технику боя под измененные психофизиологические особенности человека. Другой пример, который хотел бы вам привести, связан со стендовой стрельбой. Несколько дней назад на одной из тренировок я стрелял из довольно специфического ружья. Марку и модель называть не будут, так как это не столь важно в данном случае. Важно понять, что это ружье требует определенной техники выстрела. Но я показать эту технику из раза в раз не могу. В особенности в начале тренировки и в конце тренировки. Само ружье довольно тяжелое, около 4 килограмм. И оно как бы хочет, чтобы я вскидывался играючи, то есть легко. И также легко разбил мишень. Но я не могу это сделать в таком варианте. Я начал стрелять в более замедленном темпе и очень слабо попадал. При этом понимал причину своих промахов, но до определенного момента, пока полностью не разогрелся, не смог этого изменить. Это ружье предназначено для мастера, для великого чемпиона. Но я таковым попросту не являюсь. В итоге вынужден подстраиваться под ружье. Однако такой опыт в стрельбе заставляет меня еще больше работать над собой. Видеть, насколько сильно мне еще необходимо вырасти в своих навыках и технике стрельбы. Именно поэтому стиль фехтования Антонио Маттея нельзя изучать в начале пути, будучи новичком. Он не даст вам эффективности и неуязвимости. Вы не сможете сконструировать свою систему, потому что не будет базы знаний и должных навыков. Такой подход может лишь навредить человеку, что совершенно необходимо понимать. Это как человека, не умеющего водить машину, посадить в Феррари. Таким образом, мы могли бы сказать, что на первых двух этапах изучения неаполитанского фехтования человек становится фехтовальщиком и затем рыцарем. И только на третьем этапе, используя стиль Маттея, фехтовальщик становится мастером. Это конечный этап формирования мастера, который должен быть завершающим. У каждого человека существует определенная этажность в развитии и повышении уровня подготовки. Данную этажность необходимо строго соблюдать. Однако, в разных воинских системах этажность может отличаться. К примеру, в русском стиле, о котором мы уже говорили ранее, этажность развития мастера устроена строго наоборот. То есть, в неаполитанской системе фехтования человек начинает свой путь работать с мастером, постепенно двигаясь все к большей самостоятельности, развитию и совершенствованию. Верхней планкой является полной самостоятельность в виде маэстро, построившего свой стиль фехтования. В русской системе человек начинает с самостоятельности. И чем выше он поднимается по уровню подготовки, тем больше возникает требований и необходимости в наставнике. Прямая противоположность методологии испанского фехтования. В этом заключается основная сложность того, что русский человек, приезжая изучать воинские системы в Европу, пытается учиться по русской методологии. И ничего не получается. Но если знать и русскую боевую систему, и испанскую, то можно регулировать шаги освоения фехтования наиболее правильным и эффективным способом. И завершить данную главу я бы хотел еще одним важнейшим высказыванием маэстро Антонио Маттея. Цитата. И в заключении я вам напоминаю, что несмотря на то, что человек совершенен в этой науке, он не должен провоцировать другого и подвергать его опасности. И не должен махать мечом при каждой прихоти или наносить удар кулаком, если это всего лишь удар из-за его каприза. Конец цитаты. Сноски. Первое. Амальгамный метод предусматривает переплетение управляемой реальности с действительностью на основании уникальных свойств памяти человека, присущих прототипологическому блоку. Говоря простым человеческим языком, это встраивание кусков жизни, фрагментов, в киноленту жизни, но таких фрагментов, которых не должно было существовать. Амальгама проживается человеком в полном смысле этого слова. Сноска 2. Стендовая стрельба. Один из подвидов стрелкового спорта. Соревнования по стендовой стрельбе проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкам, которые летят со скоростью 20 метров в секунду. При попадании даже нескольких дробин в тарелочку она разбивается, а если выстрел произведен с расстояния до 20 метров, то может быть достаточно и одной дробины.